здравствуйте коллеги здравствуйте друзья сегодня мы поговорим с вами о новом алгоритме гугля пингвин дело в том что конечно все из вас знают что львиная часть трафика в рунете приходится по русскоязычным запросам особенно на яндекс однако google захватывает сегодня по львиной части запросов до 30 процентов трафика и третью трафика пожертвовать конечно было бы досадно поэтому мы сегодня проанализируем что у кого что удалось выяснить о новом алгоритме который вступил в действие в ночь с 24 на 25 апреля к сожалению у нас было чуть больше месяца я говорю у нас потому что данный доклад я готовил совместно с аналитиками системы seo пульт которые мне показали очень серьезную помощь и поддержку но многое выяснить удалось и сегодня я поделюсь с вами этой информацией в то время как вы будете готовить свои вопросы очень хотелось бы чтобы если у кого-то по результатам того выступления которое вы сегодня услышите есть какие-то дополнения сообщить их и через наших модераторов тоже вывести в эфир чтобы это было интересно всей аудитории в целом и так что же произошло ну весна действует на всех как выяснилось в том числе и на поисковую систему google google у нас в апреле месяце просто отличился если считать что 16 апреля был очередной сбой в работе системы 19 апреля вышла новая версия панда 3 5 и еще с 24 по 25 на 25 апреля нас порадовали новым алгоритм google пингвин то google в апреле был очень и очень плодотворен и так что же можно отметить по новому алгоритму прежде всего этот алгоритм получил рабочее название антиспам google всерьез стал бороться с оптимизацией и не только в зоне ком а по всему миру и так первое это был отмечен в том числе и аналитиками в россии не только западными аналитиками переспам анкор листа то есть преобладающее вхождение ключевых слов ключевых фраз в тексты ссылок google стал серьезно обращать внимание на тематичность ссылок то есть что значит теперь все меньшее значение начинает играть тематичность самого анкора и все большее значение начинает играть тематичность донора то есть ниша донора и акцептора увязка между ними если совсем недавно разговаривая в основном о продвижении в яндексе я говорил что коллеги не столь принципиально тематичность ссылок тематичность доноров при выводе в топе то сегодня ситуация в частности благодаря гуглу сильно поменялась сегодня на тематичность ссылок придется обратить самое самое серьезное внимание и я дальше приведу исследования наших зарубежных коллег с графиками из которых видно что google на это стал серьезно заморачиваться по этому поводу естественность ссылок тоже для гугла особенно с ведением алгоритма пингвин это стало играть существенную роль ну и качество донора тоже никто не отменял и так дальше я покажу вам несколько графиков тут английские названия сохранены потому что графики взяты у наших коллег сайта микросайт мастер это их исследование но я пояснение все дам к этим слайдам дело вот в чем что в системе микросайт мастер находятся десятки тысяч сайтов и после того как случился этот новый алгоритм заработал пингвин им было легко проанализировать то есть разбить эти свои все сайты то есть выборка достаточно репрезентативная достаточно большая на две большие группы то есть сайты которые остались на своих позициях то есть не получили никакие пенальти или штрафные санкции и сайты которые вот вы сейчас видите выборка из группы которые эти пенальти получили то есть которые подверглись штрафным санкциям здесь на данном графике для группы сайтов которые подверглись штрафным санкциям очерчено оценено процент сайтов которых был переспам то есть огромное количество именно ключевых слов в анкор листе то есть видим там где ключевые слова составляли больше 65 процентов там 70 90 процентов среди всех всего ссылочного анкор листа в основном такие сайты оказались в группе сайтов которые получили штрафные санкции из этого графика видно что в группе сайтов получивших штрафные санкции мы не наблюдаем ни одного сайта у которого в анкор листе было бы меньше 60 процентов ссылок с точным вхождением ключевых слов значит для аналогии что важно и для сравнения контрольная группа то есть сайты на которых которые не подверглись штрафным санкциям то есть сайты которые эти пенальти не получили как видим здесь тоже есть будем справедливы сайты с большим вхождением выше 65 процентов в анкор листа в анкор лист ссылок с ключевым словом однако это наводит на мысль что новый алгоритм google пингвин накладывает штрафные санкции не по отдельно взятым фактором а суммарно то есть за общее плохое поведение по сумме очков и так движемся дальше этот график взят из того же источника то есть из блога микросайт мастера и тут сравнивались анкор листы которые содержат в качестве ссылок урл сайта там ввв там мой сайт май сайт точка ком точка ру или не содержат первое сравнительная диаграмма показывает синеньким это не что не за штраф в группе не штрафованных не пониженных выдачи сайтов красненькая это везде оштрафованных сайтов первое демонстрирует когда урл адрес был ну одной из пяти наиболее частых составляющих анкор листа ссылок то есть вот выбрали пятерку наиболее частых анкоров ссылок для данного сайта исследуемого и посмотрели если одна из пяти наиболее частых был урл сайта то в группе не пострадавших процент значительно выше чем среди пострадавших от этого алгоритма если урл был в топе 5 наиболее частых анкоров два и более раз то мы видим среди пострадавших сайтов менее 5 процентов таких нашлось дальше если хотя бы упоминалось доменное имя сайта даже не ссылка была на урл сайта то тоже мы видим что если оно было в пятерке в пятерке наиболее частых для анкор листа текстов ссылок то тоже не посредине пострадавших сайтов достаточно большой процент что же попало в пострадавшие сайты это последняя диаграммка тут мы видим когда вся пятерка наиболее часто используемых ключевых анкоров состояла из вот этих как их называют коммерческих запросов мани кейс мани кейвардов то есть опять же мы видим что синенькая составляющая достаточно высока даже в этой группе что говорит что по отдельному фактору штрафные санкции в алгоритме пил пингвин не накладываются дальше оценивались кстати этими же ребятами из команды микросайт мастера ссылки внешние ссылки и оценивалось соответствие ниши то есть тематичности видим если среди оштрафованных сайтов то есть которые понижены когда несоответствие ниши то есть ссылочных доноров и самого акцептора тут 50 процентов почти половина для сравнения при соответствии при для тех сайтов которые не были оштрафованы то есть те которые не потеряли свои позиции выдача всего четверть сайтов вот видите ноль то есть полное несоответствие доноров по тематике по нише и акцептора да хотел сказать что данная презентация будет выложена поэтому вот эти страшные длинные ссылки которые внизу слайда на источник их себе записывать никак не надо вы сможете их всех скопировать и посмотреть эти материалы в оригинале хочу сказать что часть данной статьи переведена на русский язык и любезно вы выложены микро микро михаилом сливинским в его блоге и сио и дефисио эксперт то есть вкратце можно эти аннотации на русском языке прочитать и там дальше какие же особенности нового алгоритма встретились на основном на основании анализа самого контента страниц прежде всего как и для яндекса не уникальный контент даже если а вы вы являетесь автором но появилось много копий в интернете известных гуглу то источник могут понизить выдачи и второе и гугл как и яндекс стал обращать повышенное внимание на переоптимизированный контент то есть переспам ключей в тексте переспам ключей в теге тайтл наши западные коллеги заметили еще интересную особенность что те самые чпу то самое вхождение слов в урл сайта тоже является одним из факторов понижения сайта сайта выдачи в одном из форумов достаточно жестко обсуждался вопрос о том что среди группы сайтов получивших пенальти или оштрафованных достаточно большое количество сайтов у которых весь урл целиком все доменное имя скажем так состояло из ключевых слов вот виджеты в принстоне вот видите примеры урлов сайтов которые пострадали от данного предовведения данного алгоритма надо сказать что в последнее время наши веб мастера тоже стали очень сильно увлекаться чпу вплоть до того что регистрируются доменные мира имена где купить кофеварку панасоник понятно что такие доменные имена тоже будут являться одним из признаков который может накладывать в общем-то поспособствовать наложению фильтров и штрафных санкций при новом алгоритме google пингвин надо понимать что этот алгоритм не только был введен но и протестирован но и в дальнейшем будет улучшаться и развиваться итак некоторая статистика с которой со мной любезно поделились коллеги из системы которая собственно и организовала сегодняшний вебинар было проверено как повели себя при введении алгоритма нового пингвин высокочастотные запросы для сайтов которые продвигаются более трех месяцев ну высокочастотность как отделялась эта группа это сайты на которые приходится покупать большое количество ссылок и как запросы к сайтам на которые приходится покупать большое количество ссылок И это запросы с ссылочным бюджетом от 3000 рублей. Еще признак этих запросов, которые были выданы в выборке, то, что все из них находились в тройке, в пятерке и в десятке выдачи гугла, хотя бы в течение последнего месяца. Выборка делалась по региону Москва, где конкуренция достаточно высока. Как мы видим, алгоритм работы SEO-пульта тут же подстроился, практически тут же, в течение недели-двух подстроился под новые требования к ссылочной массе. Поскольку вы все знаете, что в SEO-пульте есть замечательный блок SEO-пульт-макс, который особенно эффективно работает с высокочастоткой, подбирая акцепторов в некоторой схеме по акцепторам сайтов, стоящих по запросу в топе 10. То алгоритм быстро перенастроился, и вы видите, что вся высокочастотка, практически вся, вернулась к ранее занимаемым позициям. Что, к сожалению, нельзя сказать про низкочастотные запросы с бюджетом 100 рублей, ну, до 3000 рублей. Выборка сделана та же, тоже топы 3, 5 и 10 гугла в течение последнего месяца. То есть, тоже регион Москва. Но тут возврат неполный, потому что, как вы знаете, на низкочастотных запросах ссылки играют роль, ну, сопоставимую с контентом страниц. А изменение контента страниц, ну, к сожалению, на сегодня не является полностью возможностью SEO-пульта. Там мы можем только порекомендовать, как быстро сориентируются и поправят владельцы ресурсов, трудно сказать. Тем более, все это происходило на кануне майских праздников. То есть, из графиков видно, то, что SEO-пульт смог вытащить за счет коррекции ссылочной массы для этих запросов. Вот вытащили. То есть, некоторый рост вы наблюдаете. Полного возврата, к сожалению, за две недели не произошло после введения алгоритма, потому что, к сожалению, те сайты, которые пострадали из-за неудачной внутренней переоптимизации, владельцы полностью не причесали и не привели в порядок на уровне страниц. Ну, все это напоминает удивительное движение алгоритма Гугла в сторону Яндекса. Мы видим, что произошло ужесточение наказаний за переспам и переоптимизацию. Кроме того, SDL, сайты, сделанные для людей, реально в Гугле поднялись после введения нового алгоритма. Ну и, наверное, это не очень в тему доклада, но многие из вас столкнулись с такой штукой, как Google Knowledge Graph. Возможно, это тоже некоторое разнообразие выдачи, похожее на расширение спектра для Яндекса. Пример одной из страниц, которая сильно упала во время введения алгоритма. Вот вы видите 25 число, падение с синеньким в Гугле достаточно резкое. Вот, сейчас мы вам покажем этот сайт. Этот сайт одного из клиентов системы, в общем-то, разрешили нам показать некоторые вещи, почему это произошло. Сайт посвящен фототехнике. Видите, мы на сайте на самом выделили некоторую прямо кусок абзаца, некоторое предложение, ввели его в Гугл. И вот, что мы видим в выдаче. Мы видим, что текст на сайте совсем не уникальный, что, к сожалению, этот текст множественно скопирован, а может быть, скопирован и самим сайтом. Естественно, пока владельцы ресурса не перепишут этот контент, не разместят оригинальный контент, шансов у этой страницы по своему запросу вернуться на высокие позиции выдачи очень и очень немного. Итак, мы с вами разобрали, что же произошло и что было замечено нашими западными коллегами, и в том числе то, что обсуждалось усиленно в форумах. Но всех нас интересует, как правило, не что произошло, а как же выживать, что делать в нынешней ситуации. Ну, во-первых, скажу, что мы уже имеем хорошую спортивную форму по работе с такими факторами благодаря Яндексу. Яндекс уже нас, в отличие от западных коллег, очень хорошо натренировал и обучил, что делать. Сейчас я буду рассказывать о некоторых вещах, которые многие из нас и делали уже с сайтами, чтобы они не пострадали от фильтров Яндекса. Такие сайты в массе своей и в Гугле устояли при очередном алгоритме, но есть и некоторые особенности. Итак, прежде всего, сам Гугл советует проверить аккаунт Google Webmaster на спамерскую активность вашего сайта. Там могут быть прямо реально описаны замечания, что у вас очень, ну, переспам, не переспам, конечно, что у вас очень неудачная ссылочная масса. Проверить сайт на вирусы, тоже там есть такая информация. Если вы что-то нашли по датам, эти замечания совпали с введением этого алгоритма, значит, стало сразу понятно, с чем надо работать. Проверите обязательно уникальность текстов на странице. Ну, всем нам знакома хорошая программа CopyScape.com, а также прямыми запросами Гуглу. Если у вас немного текстов, то, может быть, просто есть смысл даже не через CopyScape.com, а прямыми запросами Гуглу, как я показывал про сайт фото, тематики, проверить хотя бы по предложению из каждого абзаца ваших текстов. Ну, если вы нашли неуникальные тексты, то, конечно, их придется переписать. И обязательно защитить переписанный контент. Как его защищать, поговорим чуть дальше, потому что у Гугла есть некоторые особенности, то есть некоторые возможности, которых нет в Яндексе. Ну, и, конечно, придется провести работу с ссылочной массой на предмет ее тематичности и на предмет, если у вас ссылки все были с ключевыми словами в топах анкор-листов, то, естественно, добавить ссылок без ключевых слов, то есть с доменом, и дальше расскажу там словами тут, здесь, here, на сайте и прочее. Итак, защита контента. Какие методы? Ну, прежде всего, до сих пор, к счастью, работает метод, описанный Алексеем Жуковым, известным в наших SEO-шных форумах под ником Бурундук, когда берется из каждого абзаца нового текста кусочек в 6-8 слов и покупается внешняя ссылка на хорошо индексируемом, пусть недорогом ресурсе, но с точно таким же уникальным вхождением этого фрагмента текста, защищаемой страницей. Этот метод работал и работает по моим наблюдениям и наблюдениям рядом моих коллег до Яндекса и также, в общем-то, работает в Гугле. Второй вариант, который описывается, собственно, в системе Гугл, что можно поставить ссылку на профиль в Гугл+, ну, естественно, он у вас там должен быть, или на страницу сайта «Обо мне», на вашем сайте необходимо добавить ссылку с параметром «real.me». Или вот можно на всех страницах вашего сайта, где есть авторский контент, надо написать, чей этот авторский контент, и, то есть, ну, естественно, чтобы был автор данного контента, и поставить на страницу «О вас» с параметром «real.author». Ссылочка вот внизу на слайде «Как это сделать». Существует еще один метод, когда у вас, если у вас зарегистрированный в профиле Гугла e-mail соответствует доменному имени сайта, если ваш e-mail привязан к домену сайта. Тогда можно произвести защиту еще через вот этот привязанный e-mail. Тоже по данной ссылочке, суппорту Гугля, вебмастера, это все хорошо описано. И есть еще хороший метод защиты, тоже описанный в слайдах. Есть ссылочка, к сожалению, вот формат слайдов у нас немножко, может быть, не видно на экране. Вот на этом слайде там еще был материал, что ссылочка на раздел вебмастера «Персона». Просто у нас это первые вебинары, могут быть некоторые технические накладки, но в записи, я уверен, что эта ссылочка будет видна. И там можно разметить, в общем-то, по микроформату name, то есть имя персоны. Это тоже дополнительная защита текстов, которую Гугл видит. Более того, в Яндекс, вебмастере, ой, извините, в Яндекс, привык под Яндексом работать. В Гугл вебмастере есть сервис, который позволяет проверить, видит Гугл сам авторство страницы или не видит. Ссылочка на этот сервис, она широко уже распространена во многих даже русскоязычных блогах Рунета. И, в общем-то, ее найти достаточно несложно, но я думаю, если у кого-то будут затруднения, то можно будет написать в суппорт SEO-пульт системы кибермаркетинга или мне, и я, конечно, этой ссылочкой поделюсь. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы особо остановиться на работе с ссылочной массой. Как бы я посоветовал вести себя сегодня? Понятно, что закупить все ссылки на тематических донорах, особенно в рамках Рунета, представляется, извините, достаточно сложным, потому что у нас в ряде тематик просто нету достаточного количества доноров для того, чтобы набрать эту ссылочную массу. Но для нового проекта я бы, наверное, сначала, работая, например, с системой SEO-пульт, поставил галочку, что производить закупку на тематических ресурсах, и когда в отведенных мной ценовых нишах ссылки с тематических ресурсов иссякнут, будут выкуплены сколько возможно, тогда уже снять галочку и начать закупку на всех остальных нетематических ресурсах. Таким образом, не получить полный ноль в тематической нише, чтобы проект не пострадал от нового алгоритма «Пингвин». Что же делать со старым проектом, где мы как бы закупали, руководствуясь финансовыми критериями, не заморачиваясь тематичностью ссылок, что же делать с ними? Ну, как простейший выход, можно завести вторую небольшую компанию, например, в SEO-пульте завести вторую компанию с ручными режимами. Целью будет покупка небольшого количества ссылок, и это небольшое количество ссылок нужно нам не столько для передачи ссылочного веса, сколько нужно будет для разбавки существующих блока ссылок ссылками тематическими и ссылками вида «тут», «здесь», «домена» и «имя сайта». Ну, и когда мы будем проводить эту закупку, то в профиле вот этого дополнительного проекта, основной поисковой системой, конечно, желательно указать Google. Ну, и для высокочастотных, высококонкурентных запросов вот ссылочной массой от 1000 рублей по цене к 3000 рублей, конечно, сегодня становится незаменимо использование системы SEO-пульт-макс, то есть наиболее продвинутого, наиболее современного режима закупки ссылок. Дело в том, что, закупаясь по алгоритму SEO-пульт-макс, вы фактически следуете некоторой инструкции. Фактически по вашему запросу для региона акцептор и доноры оцениваются по 184 взаимосвязанным параметрам. Тематичность, возраст. Ну, и найдено 184 параметра, по которым оцениваются. То есть по каждому параметру строится некоторое усредненное кривое распределение ссылок, распределение качества этих доноров. И закупка ваша происходит в соответствии с этой кривой распределения, с этим частотным шаблоном, частотным паттерном. Поэтому, конечно, для высокочастотки, да и средней частотки конкурентной, сегодня использование алгоритма SEO-пульт-макс становится просто необходимым. Итак, вот заводится проект. Вот тут в нижнем правом углу, вы видите, поисковая система стояла Яндекс. Если вы делаете небольшой дополнительный проект для разбавления ссылками, то тут надо, конечно, поставить поисковую систему Google. Дальше. Здесь мы поговорим про защиту контента. Вот есть некоторая статья. Запросов мы должны будем в этой кампании вновь заведенной вести столько, сколько у нас страниц, которых мы стараемся защитить, сохранить авторство контента. И в качестве запроса для каждой из этих страниц, вот где у нас, видите, ключевые слова написаны, мы берем вот 7, 6, там, 10 слов из, скажем, первого абзаца каждой из этих страниц. И устанавливаем топ по умолчанию топ-10. В данном случае это не очень принципиально. Дальше. Какие же страницы? Ну, в качестве страниц нам не важно тут, что было определено, какие были под эти запросы оптимальные определены страницы. Быстрее всего это будут как раз те, которые мы хотим защищать. Но мы сюда вставляем, вот видите, столбец, где черным вставляется нужный URL страницы. Ту страницу, для которой по каждому вот этой ключевой композиции защищается контент. Дальше. По стоимости. Можно везде проставить минимальную стоимость, то есть 25 рублей. Можно поставить стоимость несколько выше. И дальше надо настроить ручные режимы закупки. Как видите, ручные режимы настраиваются по минимальным фильтрам. То есть ТИЦ 10, педж ранг можно от нуля. Вот. Нахождение желательно этих страниц обязательно в индексе поисковой машины. Потому что нам точно надо знать, что эти ссылочки наши защищающие будут быстро синдексированы. Ну и почему мы с такими низкими параметрами ищем доноров. Понятно, чтобы ссылочки были эти как можно подешевле. И дальше в качестве разбавочных текстов анкоров вставляем вот так же по 6-8 слов подряд следующих. То есть некоторый, ну такой кусочек из второго, третьего, четвертого, пятого абзаца. Если столько абзацев есть на странице. То есть понятно, что будет куплена одна ссылочка недорогая. На, ну вот, текст ссылки будет без разбавления слева, видите. И на остальные абзацы будут куплены вот такие еще ссылочки. Итого, если будет куплено хотя бы пять ссылочек, на все пять абзацев появятся ссылочки. И таким образом текст странички будет защищен. И так для каждой странички. Дальше, разговаривая о вот введении нового алгоритма, хотелось бы сказать, что на самом деле Google ввел некоторую форму. Вот урл формы сложный, вы его видите. Значит, форму, где вы можете как бы формально пожаловаться на то, что ваш сайт несправедливо был оштрафован, понижен в результате работы нового алгоритма «Пингвин». Если вы внимательно посмотрите поля этой формы, то вы увидите, что эта форма не столько работает на вас, в том плане, помогая вашему сайту вернуться в топ, сколько работает на улучшение самого алгоритма. То есть вы выступаете как бы в роли бета-тестера. Видите там второе поле формы, это по какому запросу была вот на ваш взгляд неправильная выдача результатов. То есть таким образом вы как бы можете подсказать Google, в каких запросах алгоритм сработал криво. Говоря далее, было замечено, что в Google нынче, так же как и в Яндексе, очень неважно, после этого апдейта, ну, нового алгоритма, выглядят сайты с единственным источником трафика, с поисковой системы, ну или еще с контекстной рекламы. Значительно лучше выглядят сайты, у которых идет дифферсикация источников трафика, то есть с закладок, с прямых заходов, с РСС-подписок, социальных сетей, с партнерок, с блогов, с контекст рекламы, как я говорил, а также с форумов и с блогов. То есть следующим советом идет то, что как вы в офлайн-бизнесе стараетесь уменьшить риски, организовывая все различные источники клиентов, так и когда вы разносите по разным источникам трафик к вашему сайту, то тоже это способствует тем, что вы становитесь менее зависимы от серпа, от выдачи Google, и в то же время, в то же время, чем больше у вас различных источников трафика, как показал опыт, тем лучше для позиции вашего сайта выдачи в серпе Google. Неплохо играет размещение кнопки Google+, которая отображается в выдаче, и также это уже быстрее некоторый социальный фактор, и также, в общем-то, дает возможность людям, которые видят выдачу, кликать на ней, и Google сам не скрывает, что в своих рекомендациях вебмастерам описывает, что, конечно, нахождение этой кнопки, как на сайте, так, в общем-то, это Google+, видно и на выдаче, оно способствует, ну, одним из факторов ранжирования. Конечно, он не самый важный, но тоже Google его учитывает. В заключении хочется подвести итог, и вот этот итог, как нельзя более, похож на все наши рекомендации, которые мы даем в плане продвижения сайта в Яндексе. То есть использовать на уровне и на внутренней оптимизации уникальный контент, верстать ваши страницы красиво и аккуратно, удобно для пользователей, пользоваться методами защиты авторства, тем более в это так важно присвоение статуса первоисточника, тем более в Google есть свои инструменты для этого, покупать работающие ссылки, то есть, естественно, тут нет смысла абсолютно экономить и, в общем-то, особо на высокочастотку дорогостоящую, пытаться найти самим какие-то ссылки, когда есть красиво и аккуратно работающий алгоритм SeoPultMax, который работает с использованием частотных паттернов. И, конечно, в плане переспама не злоупотребляйте ключами, то есть сегодня ЧПУ, человекопонятные, человекоприятные урлы уже не дают такого существенного преимущества в выдаче Яндекса, они сегодня уже только один из факторов ранжирования, а в Google вы можете за это напрямую схлопотать за переспам урлов штраф, штрафные санкции, поэтому тоже, в общем, посмотрите, что у вас с этим творится на сайте. И если у вас там, например, сайт посвящен автомобилем BMW, и у вас BMW входит и в урл сайта, ну, с какими-то пусть еще словами, там, названием дилера, и входит в папку этих автомобилей, под папку по моделям, да еще на странице тоже урла BMW 5 серии, то это явный переспам урла страницы и лучше как-то от этого избавляться. И тогда, в общем, как вы понимаете, позиции в топе Google будут вашими постоянно, абсолютно при любых алгоритмах. Спасибо. Теперь я жду ваши вопросы. Видите, у нас время осталось несколько больше на вопросы, потому что уложились мы фактически с вами в полчаса, но, надеюсь, все было понятно. Прежде всего, хочу попросить даже не вопросы, а дополнения у аудитории, потому что на наш вебинар записалось чуть менее тысячи слушателей, и я думаю, что вы тоже все анализировали новый алгоритм, и вам наверняка есть, что дополнить, и это будет интересно всей аудитории. Большое спасибо. Да, Саша, прямое включение из аппаратной. Спасибо тебе. Я, конечно, первый раз такой модератор. Здесь и дискусс, и скайп, и даже там фейсбук люди пишут. Вот, я сейчас обращаюсь ко всем пользователям, те, кто хочет задать свой вопрос по скайпу. Ребята, давайте, начинайте звонить. Ну, а пока вы звоните, я, наверное, тут спрошу. Вот вопрос такой поступил. Саша, слышишь меня? Да, 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 очень хорошо. А пользователь Гордеев, а если контент уже украли, то можно ли защитить его уникальными анкорами, не переписывая? К сожалению, нет, потому что любая поисковая машина оценивает тот контент, который лежит у нее в индексе, в базе. То есть результаты поиска собираются не на лету, а собираются из индексной базы. К сожалению, контент, который уже украли, вам придется переписать. Бывает так, что вы имеете право первоисточника, то есть даже известно поисковой машине, неважно, Яндекс, Гугл, что вы автор контента, но при том, что его сильно растиражировали по сети, его все равно приходится переписать, потому что контент перестает быть сильно уникальным, и любой поисковик не сильно видит, зачем надо в выдаче, да еще по конкурентному запросу выдавать дубли. Поэтому как бы украденный контент придется коллега, к сожалению, переписывать в любом случае. Еще вопрос? Да, по Асхат, не могу фамилию прочитать, не знаю, на латинице или на русском языке. Ну попробуй хотя бы вопрос прочитать на русском языке. Как алгоритм повлиял на Гугл Пейдж Ранг? Как алгоритм повлиял на Гугл Пейдж Ранг? Прости меня, Саша. Нет, я просто честно... За что купил, за то и продаю, дорогой. Хороший вопрос. Как алгоритм повлиял на Гугл Пейдж Ранг? К сожалению, я пока не знаком с такой статистикой. К сожалению, не знаком. Это, конечно, интересная тема, интересная такая подсказка. Это надо будет для себя проработать и исследовать. И, возможно, на одном из наших следующих вебинаров, посвященных этой тематике, в общем-то, я постараюсь ответить на этот вопрос. Просят показать ссылку или показать, где можно посмотреть в вебмастере, привязан ли текст к аккаунту. Вот, пишут, пишут, пишут. Я думаю, что эту ссылку надо будет просто разместить дальше, там же, где можно будет скачать доклад. И сейчас вот тратить на это время просто одна рабочая ссылка. Привязан ли текст к аккаунту? Ну, давайте мы ее просто потом разместим или добавим слайд, в общем-то, перед выкладкой, и будет понятно. Вот что я подумал, кстати, пока отвечал на этот вопрос насчет педж-ранка. Дело в том, что давно прошли те времена, когда сайты выдачи Гугла ранжировались только в соответствии с педж-ранком. Сегодня это один из факторов ранжирования, поэтому сам по себе он в великой важности не, ну, в единственном виде не играет. Но вам важнее, как вы потеряли или оставили свои позиции выдачи по запросам. Поэтому я думаю, кому этот вопрос может быть интересен, как сработал педж-ранк. В основном людям, которые делают сайты не для людей, то есть вот эти ГС, то есть наши известные, для ссылочных бирж, для продажи ссылок. Поэтому я думаю, что массово аудитории, которая собралась на этот вебинар и занимается именно изучением, как продвинуть свой сайт, а не как забить индексную базу поисковика ненужным контентом, это не столь актуально сегодня. А для тех, кто актуален, конечно, вопрос интересный, и надо будет его для себя проработать. Пользователь один пытается явно войти в с тобой некую такую конфронтацию, да? Ну, первую часть там, а нафига я пропущу? Ведь можно в Гугле спокойно защитить авторство, и также в Яндексе. Дополнительная ссылочка на каждую страницу. Можно выбрать один успешный абзац в тексте, в котором есть несколько явных продажных вхождений и сам разбавленный запрос в некоторых форумах, или текст скорректировать на другие смежные запросы, ну и разбавить максимально в анкор. Смысл палить бюджет в защиту контента, особенно если это не гиганты, а НЧ-запросы. Ты что-нибудь понял? Нет, ну, во-первых, по НЧ-запросам, там, такого контента уж, чтобы его сильно воровали, что там, характеристики воруют, а характеристики, они и так у всех единые. То есть про НЧ-запросы, конечно, речи не идет. Я не случайно приводил графики в сравнении, наши западные коллеги сделали графики пострадавших и непострадавших сайтов в сравнении. Они откровенно показали, что в группе непострадавших сайтов тоже может быть один-два параметра, как бы, ну, не очень симпатичные этому самому зверяку-пингвину. Но наказывают и штрафуют по совокупности. Поэтому вариант, что если у него только не уникальный контент, а все остальное просто роскошно, что он обязательно пострадает от пингвина, нет. То есть если он так во всем остальном уверен. Торбитник, вот Александр Еременко, который сейчас отступил в дискуссию. Александр, отключите, пожалуйста, звук с плеера, да, и включитесь на звук в скайпе. Спасибо. Мы вас слушаем. Всего настроения. Да, Александр, у меня такой вопрос. Я вас ждет, смотрите. Здравствуйте. Да, здравствуйте. По защите контента. Вы говорили по каждое слово, то есть, ну, брать, выбрать, там, пару предложений по каждому абзацу и пройтись просто расставить ссылочки. Так, да, да, да. Можно, есть же, каждая статья, она пишется в основном продажная, да, то есть есть разбавленные запросы. Если, допустим, один среднечастотный запрос, есть еще десяток низкочастотных. Так почему не совместить ваш метод, допустим, те же якоря, допустим, анкором расставленные? Я понял вопрос, спасибо большое. На самом деле мы так и делаем. В собственной практике мы так и делаем. Но если сейчас я в рамках одного доклада буду рассказывать, собственно, все технические моменты, то мы просто… У нас сейчас задача была о том рассказать, как защитить контент. Конечно, вы абсолютно правы, что данную статью можно снабдить ссылками, которые в своих анкорах содержат ключи низкочастотные и продвинуть эту статью еще дополнительные по низкочастотке. В своей практике так и делается. Более того, вот эти ссылочки даже после подтверждения авторства мы обычно не снимаем, потому что на низком бюджете нам удается еще достаточно высоко в топ и поставить низкочастотку. Да, спасибо за поправку. Это очень важный момент в том плане, что действительно мы берем в качестве анкоров низкочастотные ключевики очень часто. Спасибо. Да, вопрос непосредственно с сайта, Александр. Стоит ли снимать старые ссылки, чтобы скорректировать анкорд-лист? Вот снимать старые ссылки ни в коем случае не стоит. Дело в том, что всегда покупая ссылки, мы покупаем их с некоторой долей риска. То есть в любом самом совершенном ссылочном ядре всегда можно найти от нескольких штук до нескольких десятков небольшой процент ссылок, которые реально оказываются либо самые эффективные для проекта, либо неэффективные. Как бы хорошо ни работала любая система или если вы это делаете вручную, всегда какой-то процент некачественных ссылок, пусть он будет минимальный, найдется. Так же, как и очень качественных. Когда вы будете снимать часть ссылок, внешне непривлекательная страница донора может вдруг неожиданно оказаться очень полезной для вашего ресурса или для конкретного запроса. Поэтому понимаю, что нас вынуждают с вами потратить несколько большие бюджеты, но никуда не денешься, условия игры ужесточаются. Вместе тем число пользователей интернета с каждым днем растет, растет существенно. Мы вот недавно слышали новость, что аудитория Яндекса в данном случае обошла один из ведущих телеканалов. И поэтому ставки в этой игре растут. И в данном случае ставки растут не очень значительно. Речь идет о том, что нам бы получить хотя бы для защиты 5-10 ссылок по тематике и 5-10% ссылок с разбавленными анкор-листами, чтобы хоть они у нас присутствовали, чтобы уж совсем не было все галимо и переоптимизировано по ссылочной массе. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Да, спасибо, Саш. Как защитить контент интернет-магазина, если все характеристики стандартизированы и на сайте несколько тысяч страниц? Гречка. Очень люблю этот вопрос. Постоянно получаю его для Яндекса. Вот, ну как это, тему, наверное, не спалю, но все делается на самом деле очень просто. Несколько тысяч товаров есть не только на сайте интернет-магазина, но и в больших супермаркетах, магазинах. Но, как известно, работает это правило 20 на 80, что основную прибыль нам несут 20% товаров, то есть 20% страниц сайта в интернете, как правило, это еще меньшее количество страниц. Поэтому всерьез стоит задумываться, как сделать уникальный контент именно на тех страницах, которые нам несут основной трафик, на которых приходится, которые несут основные продажи. То есть это уже, как правило, не тысячи страниц поменьше, но если у вас такой ресурс, что продают и эффективно все тысячи страниц, тогда, конечно, защищать придется все. Как защищать? От того, что мы будем менять параметры, ну, например, представим себе сайт по продаже мониторами Samsung. Ну, вот такой вариант, где параметры у большинства изделий отличаются чем? Ну, размер диагонали, цена, ну, вес для мониторов обычно не пишут. То есть две циферки отличаются. Всякие усилия веб-мастеров в одном месте написать диагональ монитора и поставить после цифры значок вот эту две запятые, то есть дюймов, или написать на следующей странице монитор с диагональю в дюймах, поставить цифру. Яндекс, да и Гугл, они прекрасно видят синонимичность и понимают, что, в общем-то, это практически синонимы. То есть это не придает такая переработка страниц и их оригинальности. Но у нас раскрывается вот какое поле. Никто не мешает вам на сайте, на страницах ваших отзывов, ой, на страницах ваших товаров, карточек товаров, размечать отзывы. И тут огромное поле для деятельности. Как это сделать? На страничке товаров ниже можно характеристик расположить формочку отзыва с двумя полями. Ваш там ник или ваше имя, или можно вообще по умолчанию гость. И дальше текст вашего сообщения. А под формочкой написать всего лишь одну строчку, что все отзывы на данном сайте премодерируются. Но это понятно, потому что вам могут написать любую гадость или не гадость, не объективный отзыв на вашем сайте. Дальше будем говорить так. Мы сейчас работаем не в пользу поисковых машин, которые нас вынуждают все изощрение и изощрение работать, а в пользу наших клиентов или в пользу собственных сайтов. Поэтому дальше работает следующее. Эти отзывы, понятно, что пишем мы сами, либо пишут нам копирайтеры за невысокую цену. А отзывы на страницах двух мониторов могут быть очень разные. На одном написано, как классно, что купил там монитор с диагональю 21, и как он удачно, там на нем можно рассмотреть сразу два окна параллельно. А другой отзыв может быть, как удачно купил монитор с диагональю 24 или 27 белого цвета, как хорошо вписался в интернет спальни, и сколько радости приносит этот вообще удачный магазин. Как видите, контент двух страниц очень разный, и написать отзывов всяких от блондинок и брюнеток там можно бесконечное количество. Однако мы с вами, наверное, хотим все же писать, ну, человека такие, скажем, понятно, приятные отзывы, действительно тематические. Где же нам брать материал? Где брать копирайтеру материал? Не может же он разбираться и в мониторах, и в фотоаппаратах, и во всем прочем. Как где? Идем к старшему брату, к Яндексу, на Яндекс.Маркет. Там отзывов колоссальное количество. И вот тут самый важный момент настает. Ни в коем случае нельзя, чтобы ваш копирайтер, ваша дрессированная белка просто получала эти отзывы копипастом, размещала у вас. Вы получите санкции за то, что вы размещаете неоригинальный контент. Вот тут ваш копирайтер должен почитать, какие преимущества или недостатки у данной модели фотоаппарата. Например, что этот фотоаппарат тяжелее или легче какого-то аналога, что у него лучше присоединяется объектив, не знаю, там затвор тише срабатывает, все что угодно. И просто написать как изложение. Это своими словами. Огромный плюс это дает еще в каком плане? Что из этого отзыва можно всегда поставить ссылку внутри своего ресурса. И ссылка будет идти из контентной части. А как мы знаем, поисковики видят, что это контентная часть, и такие ссылки особо ценят. И ссылка может быть такая, так же, как это мы видим и на маркете. Хотел купить фотоаппарат Nikon, модель такая-то. Она, кстати, тоже есть на вашем сайте. Ссылочка стоит на ее карточку товара. Но вот купил данную модель Canon, потому что в ней там вот что-то было лучшее. Так что пользуйтесь вот таким методом, и контент страниц у вас будет достаточно оригинальным. В интернете сплошь и рядом такие примеры встречаются. Надеюсь, что на вопрос по защите, по размещению оригинального контента на похожих карточках товаров я ответил. Еще есть вопросы? Спасибо. Вопросы поступают, как замечают некоторые пользователи. Вопросы и ответы по-мягкому сводятся к защите контента или около этого. Поэтому, наверное, вернемся непосредственно к теме. Скажи, пожалуйста, ну, это вопрос. Есть какая-то геозависимость размещения хостинга и выдачи результатов? Например, продвигается украинский сайт с украинским доменом, но сам сайт хостится на Амазоне в Ирландии. Повлияет ли это на выдачу результата в украинском гугле или нет? The Writer. Значит, момент первый. Я никогда не работал в украинском гугле, то есть своей практики у меня нет, но руководствую здравым смыслом, что расположение хоста не должно влиять, в общем-то, на результат. Если у кого-то из коллег, кто слушает наш вебинар, есть другие примеры, буду очень признательна, если их приведут. Но, опять же, я хочу сказать, что вот мы иногда хостим сайты у московских хостер-провайдеров, а где находится сама площадка, ну, она может быть и в Германии, где угодно. Нам это бывает даже и неизвестно. Поэтому тут как-то я не вижу, чем будет полезнее украинским пользователям, если хост находится на Украине или находится за рубежом, чем информация, расположенная на таком сайте с точки зрения полезности и релевантности выдачи, будет более адекватно, релевантно. Поэтому очень сомневаюсь, что это играет некоторую роль. Еще вопросы? Саша, вопрос от нашего общего знакомого Анарва Ваева. Во всех ли странах введен алгоритм Google Penguin? Что говорят зарубежные аналитики на этот счет? В скольких странах? Во всех ли странах? Насколько я знаю, да, что введен везде. Я, правда, не видел материалов по азиатскому сегменту, но как бы там интернет как бы сильно отстает от всего прочего. Поэтому я плохо знаю у своих коллег, кто бы серьезно сегодня работал на оптимизацию азиатских сайтов. А то, что касается европейского, американского континента, ну, нашей страны, тут он, в общем, работает, к сожалению, Анар. К нам присоединился пользователь из Греции, Силантий Карелов. Добрый день. Есть ли у меня только в названии HTML страница указан ключевик? Стоит ли мне беспокоиться? Ниша узкая, специализированная, B2B. Спасибо. Он имеет в виду ЧПУ. ЧПУ, нет, я так понял, что ключевик включен прямо в сам домен. Значит, те материалы, которые мне удалось почитать на форумах наших западных коллег, в том числе на европейских форумах, говорят о следующем, что если домен состоит только из коммерческого запроса, ну, например, туры в Грецию, ну, вот, возьмем так, или там Грис, тур какой-нибудь, то это достаточно большая степень риска. Если домен состоит, скажем, из ключевого запроса и названия компании, то это уже не столь большой риск, и есть некоторый разумный порог, которым Гугл, в общем-то, руководствуется. То есть, если, например, это так, ключевое слово, там, Грис, Дефис, название агентства какого-то, то я думаю, что здесь риски минимальны. Ну, и опять же, опять же, заострю внимание, что штрафные санкции в Гугл Пингвине очень трудно словить только за нарушение по одному параметру. Обычно это по совокупности, общая переоптимизированность. Если у вас и тайтлы в порядке, и тексты нормально оптимизированы, и анкоры нормальные, то ваш сайт не просядет, потому что, как мы видим, на многих сайтах одно-два нарушения встречается, но, тем не менее, от Пингвина они не пострадали. Думаю, что ответил. Александр Еременко из Украины все борется за чистоту нравов и именно того, что нужно говорить сегодня в вебинаре. У меня один вопрос. Вопрос, вы не сказали ни одного почти слова, о естественном продвижении. Как Пингвин, известно даже на Микромастерс, что Пингвин начал очень хорошо реагировать на естественное продвижение. Ну, нет, он не то, что начал, это и он, и Яндекс всегда как бы хорошо реагировали. Но что значит естественное продвижение? Закупка, даже не закупка, скажем так, проведение разных способов получения естественных ссылок. Например, там даже, по-моему, если не путаю, в статье, которая размещена на Микромастерсе, был такой пример, что можно вполне разместить что-либо на своем сайте, чтобы получить некоторую вирусную реакцию, чтобы люди начали ставить ссылки там в форумах или где-то, ссылаясь на не очень ваш тематический какой-то материал, ну, просто жареный на вашем сайте. Таким образом, вы вряд ли получите целевой трафик, но получите некоторый блок целевых ссылок. Ну, вы знаете, я считаю, что путь естественного продвижения сайта ни один клиент, в общем, ну, такой коммерческий не выдержит, если его продвигать только естественными методами. То есть, время входа в выдачу становится достаточно высоким. То есть, да, этим можно заниматься, но я как-то привык всегда агрессивно продвигать ресурсы, и поэтому я более ориентируюсь на коммерческие методы продвижения. Да, да, такие варианты возможны, что, ну, это общие слова о том, что если у вас контент интересный на страницах, полезный, то, естественно, на вас будут появляться естественные ссылки. Очень хорошо, чтобы вы появились, может быть, с новостью в каком-то новостнике, где тоже стоит ссылка на вас. Александр, все это справедливо, все так, но мы больше сегодня уделяем в этом, наверное, вебинаре внимания о том, как получить результат быстро. Все же это коммерция, это интернет, и тут все надо стремительно. Хотя для сайтов, с которыми оптимизатор работает давно, и это и для Яндекса неплохо, получение естественных ссылок, в общем-то, никто не отменял. За вопрос спасибо, за уточнение тоже. Саша, есть дополнение у вас, Еременко? Да, у меня есть одно дополнение, это на практике, приведенных несколько интернет-магазинов, сегмент Украина. Интересным был фактом, что Пингвин после того, как на тексте провели рерайт, и люди начали ввести блог, то есть заставил ввести заказчика блог, сайт полетел по выдаче по почти 20-30 среднечастотным запросам, которые толком даже не оптимизировались. Полетел в выдаче куда? Вверх или вниз, Саша? Вверх. Вверх. А вы уверены, что это как-то было связано с Пингвином, а не просто с чем-то еще? Ну, до этого он как стоял у мертвого, но он таки стоял. Ну, вы знаете, появление внешних ссылок обычно как-то сказывается, а с блогов тем более, и Гугл и Яндекс учитывают ссылки с блогов, поэтому я просто учитывал бы, может быть, это не с поведением Пингвина, а просто с поведением людей, которые работают с сайтом, что если с сайтом ничего не делать, то он и не двигается. Начали что-то делать, есть Пингвин, нет Пингвина, почему сайт не будет расти? Будет. Вот, так что тут просто появилась активность. Или эти ссылки в блогах стояли за год до Пингвина, а тут вдруг это все сыграло? Нет, я имею в виду блог свой личный, то есть интернет-магазин начал вести блог, и никакой ссылочной массы вообще не закупалось. То есть это был специальный эксперимент, у нас два сайта, один из них занимается оптимизацией, а второй вообще не оптимизирован толком. То есть им вот так вот именно просто, естественно, занимаются. Нет. То есть без никаких, как вы говорите, агрессивных и быстрых методов продвижения без покупки ссылочной, массы, исключительно грамотный и уникальный текст, блоги и все. Ну и реклама. Вы знаете, что я хочу сказать, Александр? Очень я рад, что так получилось, и все пошло вверх, то есть все было сделано грамотно. Но вообще вы понимаете, репрезентативность выборки. Один сайт контрольный и один сайт подопытный. Это такая репрезентативность, то вероятность ошибки равна 100%. Поэтому, ну это так же, как будет мальчик или девочка, что не предскажите, в 50% случаев сработает. Поэтому, если бы вы мне вот сейчас сказали, что у вас был там пакет хотя бы из 30 контрольных сайтов и 30 сайтов, которые попробовали продвигать с помощью размещения на них блогов, то, наверное, выборка была бы репрезентативна более-менее. А вот выборка один контрольный и один так. Ну дай бог, что все так получилось. Ну давайте мы можем это связать с пингвином, с пандой, с кем угодно. Но все неплохо. На следующий неделю попробую подготовиться к выборкам. Хорошо, и, наверное, если выборка будет репрезентативной, это будет достаточно интересно аудитории. Я почему, собственно, привязался к данным вот этой компании «Микросайтмастер»? Потому что у них действительно выборка на большом количестве клиентских сайтов. Почему я не привязался только к статистике, которую мне дали аналитики SEO-пульта? Потому что, поскольку этот вебинар как бы спонсируется и проводится SEO-пультом, то, естественно, если бы были выборки и статистики SEO-пульта только, то могли бы нас обвинить в некорректности. Поэтому мы взяли как свою статистику, так и статистику наших западных партнеров. А то, что если у вас будет действительно хорошая выборка и хорошие результаты, то можно даже, наверное, сделать было бы отдельный вебинар и пригласить вас выступить с ним. Тем более, техника сегодня все это позволяет реализовать. Или просто включение в какой-то вебинар на тему продвижения с помощью встроенных блогов. Но за вашу информацию я вам очень признателен. Спасибо большое. Да, спасибо обоим Александрам. Время наше показывает, что ровно 60 минут мы ведем наш прямой эфир. Еще несколько вопросов, Саша. Есть ли на сайте два меню, топ-меню и обычное, и столбцом? Нужно ли закрывать одно из этих меню в NoIndex? Вы знаете… А, два меню. Топ-меню и обычное, столбцом. Я идею понял. Я считаю, что, вы понимаете, вчера, во-первых, это тег, который я не очень понимаю, каким образом связан с Google NoIndex. Во-вторых, я вчера слушал доклад на кибермаркетинге нашего директора по продажам SEO-пульт. И он вообще высказал очень, на мой взгляд, интересную мысль, что если вы что-то закрываете NoIndex, то быстрее всего это не появится, конечно, в результатах выдачи. То есть вы сообщаете Яндексу, сейчас речь идет про Яндекс, что это не должно появиться в выдаче. Но с другой стороны, если вы закрываете NoIndex, а пользователю показываете, это не значит, что поисковик не поинтересуется тем, что лежит внутри тега NoIndex. И тут я, в общем-то, как-то очень склонен с Евгением Костином согласиться, что, наверное, все-таки так. Для себя он это принимает во внимание, просто вот этот тег NoIndex, опять же, касательно Яндекса, дает понять, что этот материал должен оказаться не в сниппете, не где-то вот еще. Но тег NoIndex, он очень специфичный и очень спорный. И, к сожалению, в ряде форумов всегда встречаются очень разные примеры и очень разные рекомендации относительно него. Вы знаете, у меня есть такой принцип. Если уж я хочу что-то закрыть от поисковика, так закрывать в лоб. То есть JavaScript-ом документ write и выносить во внешний файл. Чтобы уж так не видит, так не видит. А не так, что вроде бы должен не видеть, а все равно подглядел. Поэтому давайте будем уже конкретно. То, что не хотим показывать поисковику, закроем JavaScript-ом, закроем флэшом. Пускай говорят, что он видит, что он хорошо их индексирует. Вот моя практика показывает, что и то, и другое индексируется безобразно. Поэтому давайте конкретными, уже такими глобальными методами действовать. Да, спасибо, Саша. Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям. Дорогие друзья, вижу очень много вопросов, которые касаются непосредственно работы в системе Сеопульт. Я думаю, эти вопросы будут адресованы непосредственно специалистам, которые очень хорошо знакомы с этой системой и дадут вам полноценный квалифицированный ответ. Один из этих специалистов Николай Конопляников есть. Непосредственно в нашем чате переписки, дискусс. Немножечко можете по нему пройтись. Я имею в виду по Николаю. Ну, а мы, наверное, несколько вопросов зададим Саше и на этом будем закругляться. Так, 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 смотрим. Фух, фух, Мария Трушкова. Ну, опять же, вот вопрос по закупке ссылок. Ну, не знаю, может, Саша, ты ответишь, как влияет скорость закупки ссылок после введения алгоритма? Ну, я считаю, что если не переусердствовать, вот не переспамить, то что до введения алгоритма, что после, подход очень простой. Если вы закупаете с помощью системы, ну, например, в данном случае с помощью системы SEO-пульт, может у кого-то есть какая-то своя там система, обычно система настроена так, что для данного запроса по региону она не позволит для данного сайта закупаться быстрее, чем, ну, это разумно, чтобы не угодить под какой-нибудь там фильтр, например, наказание за ссылочный взрыв. Сам для себя я обычно понимаю, что есть сопряженные запросы, что, например, ссылка с анкором гидромассажной ванной влияет на продвижение по запросу этой страницы по запросу в ванны. Я понимаю, что если сделать внутреннюю оптимизацию все, бюджет иногда можно изначально заложить несколько ниже рекомендуемого. Я начинаю работать на несколько более низких бюджетах, смотрю, до каких позиций дотягивается сайт, и когда колебание позиций почти замирает, то есть нету роста вверх, то тогда подкупаю еще какое-то количество ссылок. Но вот честно сказать, в своей практике при таком методе закупки угодить под санкции мне пока ни разу не удалось ни в Гугле, ни в Яндексе. — Да, спасибо, Саша. Это вопрос был от Сергея Черненко прямо в скайпе, прямо смайлик такой со слезами. Задайте, пожалуйста, мой, задайте, пожалуйста, мой. Да, вот Сергей, задали, пожалуйста, ваш. — Будем надеяться, что слезы прошли, да? — Замечательно, да. Хотя мужчина не плачет. Саша, я, наверное, предлагаю на этом закончить и трансляцию, и твое выступление, ответы на вопросы. Возможно, у тебя есть какие-то слова, добавления, где можно с тобой встретиться, переписаться. Хотя вот сейчас в скайпе у меня появился Николай Конопляников, но, к сожалению, Коля, поздно. Где можно с тобой... — Во-первых, вот на этом слайде вы видите и имейл, и мои контакты во всех трех сетках. Ну, единственное, в Твиттере я редко бываю. То есть можно везде задать этот вопрос. Кроме того, каждый четверг, пятницу практически, если в Москве я или мой коллега Леонид Лукин, который является моим заместителем в центре кибермаркетинг, читаем базовый расширенный курс, во время которого и после даем с удовольствием любые консультации по SEO. Что еще можно сделать? Вообще, я считаю, очень разумно подписаться вот на эти вебинары. И как бы съедает это немного времени, но можно для себя получить ценную информацию. Я сам смотрю многие вебинары, даже не с той целью, что вот я что-то новое для себя там найду. Просто понять свой уровень. Если вот вы все, что рассказали, уже знаете, ну, значит, вы в тренде, в рынке, в теме. И последнее, что, наверное, есть смысл подписаться на рассылку SEO-пульта, потому что она достаточно насыщенная. Мало того, что в этой рассылке SEO-пульта обсуждаются реальные практические темы, как что сделать, там есть очень хороший раздел аудит вашего сайта, как на предмет SEO-продвижения, так и на предмет контекстной рекламы, где ведущие специалисты нашей компании, то есть на SEO-пульт, дают рекомендации и советы по конкретным сайтам. Да, Саша, большое спасибо. Ну и все же, как бы вот слезы, слезы, они здесь есть. Два вопроса. Да. Кирилл Ковалев. Google измеряет вес конкретных слов в запросе или фраз целиком? Не знаю. Не знаю. А что от этого меняется? Откуда не знаю? А может, Кирилл прокомментирует? Ну и Сергей также, он не с начала вебинара, к сожалению, у него вопрос, после введения пингвина Google относится, как после введения пингвина Google относится к новым доменам? А вы знаете, это вот прошло ровно полтора месяца, вот сегодня шестое число, сведение Google пингвина. Я считаю, что статистика, связанная с возрастами, с временными лагами, со всякими песочницами и всем прочим, она просто не может быть репрезентативной. Чтобы сделать вывод о временном каком-то отношении чего-то к чему-то, это должно пройти хотя бы несколько месяцев, тогда мы будем иметь репрезентативную выборку. А то, что там, например, во время пингвина какой-то сайт просто проскочил в топ, да это может быть просто бонус новичка, который был и до пингвина, что Google его пропустил в топ, чтобы посмотреть, какие на нем поведенческие, какая кликабельность в топе, а дальше он как обычно может или как необычно улететь в никуда, если там эти факторы окажутся плохие. Поэтому полтора месяца это не срок, чтобы понять, где там это может изменение алгоритма в отношении молодых сайтов, а где это может быть просто бонус новичка. Да, Саша, большое спасибо, обращусь к тем пользователям, которые пишут свои вопросы. К сожалению, очень трудно их задавать, поэтому у меня была просьба выходить в скайп. Наиль, отвечать на них тоже бывает не очень просто, я тебе скажу, но тем не менее. Ну, на то ты спикер-докладчик, что всегда должен находить выход из тяжелых ситуаций. Кирилл Ковалев, обращаюсь к вам, но, к сожалению, я уже не могу добавлять это, вы могли бы выйти в связь. Есть небольшое дополнение от Николая Конопляникова. Буду очень признателен, да, Коль. Ну, добавление моими словами. Так, да. Он будет вести курсы по Сеопульту 20 июня в Москве и 27 июня в Питере, где также, безусловно, сможет ответить на все ваши вопросы. Можно я прокомментирую? Наиль, дай мне минуточку. Я вообще хочу сказать, что Николай Конопляников является руководителем суппорта Сеопульта с первого момента его основания. И как иногда он сам шутит, что он знает об этой системе несколько больше, чем разработчики. И на доклады Николая я сам хожу с удовольствием, потому что некоторые непротоколируемые возможности Сеопульта, вот как, например, настроить компанию под защитой контента и еще что-то, ну, в хилпах не очень это найдешь. Он с удовольствием рассказывает и позволяет такие возможности использовать. То есть они полезны даже для специалистов, в общем, достаточно разбирающихся в теме, а уж для новичков в общем более чем полезно. Вот эти семинары я очень и очень рекомендую посетить при возможности. Большое спасибо, Саша, тебе. Мы здесь и в студии аплодируем тебе просто за хороший доклад. Ну и, наверное, дебют, начало такого учебного сезона, когда все школьники отдыхают, а мы начинаем обучать. Неправда, неправда. Сейчас школьники у нас с девятых и одиннадцатых сдают экзамены, и от этого, видишь, тоже без вины постаравшие. Да, и бог с ними пусть дают. А мы каждую среду, дорогие друзья, будем выходить с новыми вебинарами на канале Сеопуль ТВ, а также кибермаркетинг.ру. Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на рассылку. Очень много вопросов по поводу того, будет ли выложена видеозапись сегодняшнего вебинара. К сожалению, я не кибермаркетинг, но что-то могу сказать, что да, любое сообщение, любой анонс по выходу записи, а также по выходу новых вебинаров вы будете получать на свой e-mail. Большое спасибо тебе, Саша. Спасибо. Спасибо, коллеги. Встретимся в топе, как у нас говорят. Замечательно. Всего доброго. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok